Я механик-погрузчик, работаю в ТЭКО-сервисе, в последнее время на мыши все не мешают работать. Такое видеообращение к президенту Российской Федерации записали сотрудники предприятия ТЭКО-сервис, который занимается созданием на землях сельхоз назначения Одинцовского района рыбонагульных прудов с попутной добычей песка. Хотя российские законы этого не предусматривают. Такого вида, пользуясь недорами, как попутная добыча песка, не существует. Есть решение Верховного суда еще 2015 года, которое четко указывает, что любая добыча песка требует перевода земель из сельхоз назначения в промышленную. В Трофском карьере был полностью выработан, как представитель ТЭКО-сервиса только что сказал. 8 миллионов кубометров песка было выработано, при этом земли из сельхозпром в зону так и не были переведены. Лицензию на деятельность предприятию выдало Министерство экологии Московской области. Лариса Косюк, начальник регионального экологического надзора, поясняет, ведомство выдает разрешение недропользователю на основании четко регламентированного списка документов. Когда к нам недропользователь приходит и говорит, вот вам документы, мы знаем, что, ну, предполагая, что здесь содержатся полезные ископаемые, просим выдать лицензию. И предоставляет полный перечень документов, которые предусмотрим законодательством. У нас нет никаких оснований отказать недропользователю в выдаче лицензии. Будет из земля из сельхоз назначения или любого иного назначения. В 2012 году с требованием запретить разработку прудов в суд обратилась Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Одинцовский городской суд иск удовлетворил. Юристы ТЭКО-сервис решение обжаловали, но Президиум Московского областного суда оставил в силе решение Одинцовских коллег. По результату дополнительной проверки по требованию городской прокуратуры 26 мая 2015 года отдел дознания лесовской полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ по факту самоубранных действий со стороны руководителя ООО «ТЭКО-сервис». Кроме того, городская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье 315 УК РФ неисполнение решения суда в отношении генерального директора ООО «ТЭКО-сервис» Ксении Валерьевны Федосиевны. По мнению представителей экологического надзора, рекультивация карьера в Пронском идет по плану, который, впрочем, в Министерстве экологии до сих пор представлен не был. Нарушение правил недропользования в Никифоровском чиновники обнаружили в 2017 году, хотя добыча песка началась там еще в 2016-м. Тигран Соколов из Россельхознадзора коллегу поддерживает, утверждает, что серьезных нареканий к «ТЭКО-сервис» нет и ссылается на юридический казус, который необходимо устранить. Мы хотим, чтобы в закон, мы написали в правительство, надеемся, что будут внесены изменения в земельный кодекс и в закон, что выдача на сельхоз земли будет запрещена под разработку карьера, независимо, пруды, не пруды, потому что создание прудов-копаний для сельхозки, оно в настоящий момент не препятствует реке карьеры, понимаете. Этим, может быть, покрываются, я не отрицаю. Представитель Россельхознадзора сетует, слишком часто жители Никольского жалуются на «ТЭКО-сервис». За два года в ведомство поступило 67 жалоб, из которых лишь 15 не подтвердились. Правда, предписание предприятию о необходимости привести в первоначальный вид карьер в Пронском все же было выписано. Теперь осталось дождаться, когда оно будет исполнено. Россельхоз говорит о таких-то нарушениях и предписаниях, которым уже больше года. А в чем сложность, допустим, выполнить эти предписания? Потому что иногда есть объективные причины, невозможно 90-таки объем. Виталий Лукьянов, заместитель генерального директора ООТ «ТЭКО-сервис», говорит, предприятие создано офицером запаса 20 лет назад. Его сотрудники в основном местные жители, бывшие военные. Все необходимые документы у компании имеются, работает программа производственного контроля. Правда, несложный вопрос первого зампреда Мособлдума Ларисы Лазутиной вызвал затруднение у добросовестного предпринимателя. Вы мне скажите, пожалуйста, у вас лицензия на одно, а работаете вы совершенно по-другому. Вот здесь снимки. И не надо здесь плакать и рассказывать о себе людьем. Вот здесь покажите нам снимки. Вот это что? Просто расскажите. И тогда мы не будем здесь много о чем говорить. Плакать друг другу, рассказывать. Вот это что? Это ваши карьеры? Вот так что? Просто вы там на возмусе про классификацию, вы же видите, там я стою. Вот это что? Я подтверждаю, что это была ваша куча. Строительные отходы, словом зданий и сооружений, несортированных, он не может красиво выглядеть. Конечно, это нет. Послушайте, мы с вами там находили совершенно понятные отходы. И полиэтилен, и сапоги, и ботинки, и запах гниения, и дым, и так далее, и так далее. Там все присутствуют. Причем вы вводите в заблуждение, ну как минимум... Полтора часа сидим здесь, слушаем, вообще неизвестно ни о чем. Мнения разнятся, а документов слишком много, и они требуют детального изучения. Для выяснения всех обстоятельств конфликта Алла Полякова, председатель комитета Мособлдума по экологии и природопользованию, предложила создать рабочую группу. Мы включим в рабочую группу обязательно представители общественности, обязательно представители предприятия и контролирующих организаций. И посмотрим все документы, изучим и поймем, как можно, ну как-то, устранить нарушения и двигаться дальше. Кроме того, рабочая группа посетит карьеры, а сложившаяся в Никольском поселении ситуация будет доложена и председателю регионального парламента. Возможно, этот комплекс мер поможет найти ответы на главные вопросы. Мне лично, например, тоже хотелось бы узнать факт, почему люди работают не по своей лицензии. Почему не работают, не оформят документы. Это тоже мне очень интересно. Почему вот так вот некоторые наши структуры, уважаемые, их покрывают. И поэтому мне бы хотелось это все установить истинно. Мы не хотим, чтобы они, как сказали, закончили свою трудовую деятельность. Но она должна быть в рамках закона. В июле этого года в отношении ТЭКО-сервис было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Сейчас оно находится в Генеральной прокуратуре, которая после жалобы руководства предприятия на действия Одинцовских правоохранительных органов должна проверить законность его возбуждения. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.